Добрый день, дорогие друзья, зрители нашего YouTube-канала, который ведёт Юлия Руфлорида и ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы нас смотрите, и вы к нам обращаетесь и покупаете. Друзья, сегодня мы находимся в новом районе, в новом городе, который я ещё не охватывала, Palm Coast. Palm Coast находится на Атлантическом океане. Мы сейчас находимся вот буквально где-то в 15 минутах от пляжа, который называется Flagler Beach или Ormond Beach минут 25 езды. То есть буквально до пляжа 15 минут. И опять-таки мы находимся достаточно далеко от пляжа, здесь нет зон затопления. Достаточно далеко от пляжа, что если в случае какой-то ураганища там придёт, вот такой злой, вот эти дома находятся достаточно далеко от прибрежной зоны, и у вас не будет никакого затопления, и дом ваш не снесёт. Почему я решила обратить внимание на Palm Coast? Потому что, во-первых, ко мне, во-первых, обращаются очень многие люди, спрашивают про multi-family, дуплексы, например. И все хотят новые. Такого продукта в Орландо, например, нет, чтобы был новый дуплекс. Они бывают, но они уже больше миллиона стоят, да, если это новый, недавно построенный. И большая редкость, честно говоря. Сейчас, кстати, на весь Орландо только один новый дуплекс, и он стоит выше миллиона. Или же очень много этого продукта на побережье, тоже на побережье Атлантики, Форт Лоттердейл или Холливуд. Там тоже очень много дуплексов, и они как бы старенькие, и там тоже уже как бы цена за миллион. То есть, почему мне нравится Palm Coast? Это очень-очень аккуратный городок. Я сейчас замечаю даже по своим клиентам, очень многие мигрируют с юга, то есть с Саус-Флорида, с Майами, выше. Это Palm Coast, Сан-Августин, Джексонвилл. Потому что здесь жилье более доступно. Вот посмотрите, пожалуйста, вот на вот это чудо. Это совершенно новый дуплекс, он только что построился. Здесь как бы много очень дуплексов, которые можно купить и 2018 года постройки, и вот буквально, которые построились буквально на днях, да, закончилось строительство. Две совершенно идентичные части этого домика. Мы сегодня зайдем, только одну посмотрим. Вторая зеркальное отражение. По цене это дуплекс 550 тысяч. Цена. Всего ничего. Целиком два. Сравнить с другими частями Флориды, где продаются дуплексы. Да, это очень хорошая цена. Я бы поторговалась, честно говоря. Конечно, обязательно. Я бы поторговалась и очень так значительно, не буду говорить, насколько. Если кто-то заинтересуется, я вам скажу, какая хорошая цена была бы этому дуплексу. Он только что недавно вышел на рынок, его только что закончили 7 дней, 550 тысяч, я сказала. Можно их сдавать, кстати, где-то в районе 1800-1850 каждую половинку в месяц, естественно. Каждая половинка дуплекса 1188 квадратных фит, каждая из них. Три спальни, две ванных комнаты, опять-таки, каждая из них. То есть, получается, вы покупаете, можно сказать, шестикомнатный дом. Не говори. Вот, который вы можете, да, вот так вот разделить и жить в одной части и сдавать другую часть. То есть, дом блочный. Что я ещё упустила? Как обычно. Сколько акров земли у нас? Так, акров у нас 0,23 акра. Это неплохо, это очень классно. Друзья, ну, вот такое вот чудо мы сейчас посмотрим. Опять-таки, хотела ещё чуть-чуть сказать про Palm Coast. Мне очень нравится этот район. Опять-таки, бюджетно, ребята, здесь можно дом купить с выходом на канал. Здесь есть такой район, где каналы-каналы. Знаете, даже похоже на дубайскую пальму. Да-да-да. Когда смотришь на карту. И там можно купить дом с выходом на канал, где вы можете припарковать яхту свою, сидя в бассейне, дома с бассейном с выходом на канал, до 700 тысяч долларов. Я, когда это увидела, такая, боже мой, неужели такое существует? Вот, поэтому я думаю, что если у кого-то есть какие-то такие вот критерии, там, дом побольше, дом с бассейном, с водой перед домом, да, может быть, вам и стоило бы рассмотреть Palm Coast. Это очень хороший городишко. Кстати, интересные факты об этом городе. Несмотря даже на то, что у вас здесь нет Ассоциации, здесь, в принципе, сам город действует как ассоциация. Вы здесь не найдете ни одного домика, где будет неухоженный газон, например. Если у вас начинает все зарастать травой, или вы решили, да ладно, пусть там хоть зарастет у меня крапивой, например, нет, здесь так не пойдет. За вами придет город и скажет, тебе нужно подстричь, и ты получишь штраф. Также здесь нельзя, например, на ночь ставить, вот, посмотри, пожалуйста, вот на вот этот вагончик, если у вас есть свой бизнес, и у вас расписано там, я занимаюсь там, не знаю, чисткой воздуховодов, например, да, вот мой телефон, то есть нельзя вот такие бизнес-вагончики ставить на ночь. Днем, окей, потому что сервисы ездят, как бы, они работают, но на ночь нужно обязательно ставить в гараж. Кому-то это понравится, кому-то нет. Траки опять, вот, трак-драйверы, да, вы не можете поставить на улице свой трак, за этим следит город. То есть здесь вроде как бы и нет Ассоциации, но она, все это отслеживается, есть правила города. Нравится вам, это ваше место. Не нравится, ну, тогда ищите в других местах, где можно делать все, что хотите, и у вас такие же будут соседи. Ну да, и давайте пройдем в этот дом, посмотрим его, и в этом же видео оставайтесь с нами, мы посмотрим тоже дуплекс, он подешевле, намного подешевле, я вам потом расскажу по цене. Разница будет в том, что он постарше немножко, 2018 года, этот новенький. Да, я уже зашла, включила свет, и, честно говоря, очень классно здесь. Посмотрите, мы заходим, опять-таки я уже повторилась, что это две одинаковые, повторюсь, это две одинаковые половинки, то есть мы, ну, зеркальное отражение, мы не будем идти во вторую часть, они совершенно-совершенно одинаковые. Вот здесь мы входим, есть коридорчик, сразу дверь в гараж, гараж на одну машину, так, хороший. Естественно, за стеной этого гаража гараж другой половинки дуплекса. Так, а что тут у нас еще, смотри, закоулочки такие приятные есть, велосипед поставить. А, смотри, здесь, кстати, танкласс, это очень классно, это не резервуар, да, водонагреватель, а это танкласс, то есть безрезервуарный водонагреватель. Классно. Кстати, экономит очень много электричества, потому что я уже как-то говорила в каком-то видео, если резервуар, он постоянно набирает воду, и он, как бы, эту воду постоянно греет, чтобы она была горячая. Такие безрезервуарные хитры, именно ты, когда моешься, вот идет вот этот горячий нагрев воды, понимаешь, и это очень много экономит. У меня дома тоже вот такое оборудование. Слушай, я в первый раз вижу, честно говоря. Должны быть стиральные, сушильные машины, они не идут с продажей вот именно здесь, в гараже, кстати. А, тоже удобно, кстати, да, не слышно, зато же будет, дверки такие симпатичные. Да, вообще нормально. Вот здесь кондиционер. Кондиционер, да. Все, очень аккуратно. Вот здесь у нас, да, прихожечка. Так, прихожая. Что я хотела заметить еще, полы покрашены очень аккуратненько. Здесь очень-очень хороший ремонт. Да. Застройщик. Молодец, делает качественно. Полы виниловые, да? Полы виниловые, вот, посмотрите. Я так думаю, давай, наверное, по порядочку пройдем. Потом уже до гостиной дойдем. Комнатки маленькие. Да, небольшие. Небольшие. Здесь влезет твин, я думаю. Твин, да, твин. Твин точно не влезет, твин. Здесь твин. Так, здесь букет-дор. Такие хорошие, большие гардеробные. Да, вот так вот гардеробная такая. Да, и вот так интересно. Видишь, они сэкономили тоже место. Вот такими дверьми, называются пакет-дор карманные, да? А давай на окна еще обратим внимание. Тоже хорошие цветы. Здесь в окна все стеклопакеты противоураганные. Да, кстати. Все новенькое. Так, вот такой свет. Здесь у нас вторая, тоже небольшая. Кстати, вот здесь. Вот уже влезет. Расположения у них, они вроде как бы и одинаковые. Но расположение вот окна и гардеробной здесь уже квин сможет. Да, влезет квин, я согласна. И тумбочка с одной стороны. Вот, и тоже гардеробная. О, тоже такая вместительная. Она как бы глубокая. Так, да. Вот это здесь находится ванная для двух спален. О, как мы любим до потолка. Кстати, здесь, смотри, это гранит. Да, здесь гранит, гранитные поверхности на кухне и в ванных комнатах. Посмотрите. Шикарно просто, да? Очень, очень. Да, вообще зал здоровый. Здесь хорошая такая площадь. Посмотри на кухняные кабинеты. Да. Все новенькое. Тоже гранит. Кухонка белая, как мы любим. Добочки есть, как мы любим. Да, вообще классно. У меня уже привычка. Не говори, не говори. Всегда проверять. Да. Так, посудомойка. Все оборудование кухонное до новое. Да, все новенькое. Вообще, посмотрите. Вот ты знаешь... Угу. Приятно. Вау. И когда ты понимаешь, что ты владеешь двумя такими, в одном, знаешь, в одном наборе два одинаковых объекта, как бы это, ну, это круто. Круто. По цене, по цене одного дома, скажи. По цене одного дома, да. Да. Мне кажется, удобно жить, например, родители с детьми, да? С выросшими. Или опять-таки, смотри, если вы берете ипотеку, вы можете в одной части жить, а другую сдавать. Сдавать. И это будет покрывать, ну, может быть, не всю часть ипотеки, да? Ну, понятно, сейчас процентные ставки достаточно высокие, но... Какую-то часть. Где-то 1800-1850. Да. У вас будет хорошая такая, ну, часть покрытия вашей ипотеки. Согласна. Это здорово. Да, да. Вы можете жить в одной половинке, другую сдавать. Согласна. Мне нравится потолок здесь. Потолок красивый, да, такой многоуровневый. Я только пока вот у этого застройщика видела такой потолок. Обычно они просто прямые. Ну, да. Так, плентуса мне нравятся здесь, широкие. Кстати, здесь даже, видишь, место есть для стола. Да, для стола однозначно есть для дайнинг. Вообще вот эта вот эри, она достаточно большая для дуплекса. Да-да-да. Вот здесь вот два барных стульчика влезет. Или, я не поняла, барных, но, по-моему, да. Здесь у нас хозяйская спальня. Большая. Да, вот здесь уже большая спальнка. Да. И опять же потолки. Да, потолок опять-таки такой красивый. Несколько ступенчатый. И единственное, что, ну, как бы для меня... Для меня всегда большой плесик, если двойная, да, как бы раковина. Ну, да-да-да-да. Ну, это окей. Здесь одинарная получается. Ага. Все понятно. Здесь, кстати, мне кажется, можно было... Мне таз даже чуть-чуть... Хотя, нет, наверное, не влезло бы. Ну, да, здесь уже... Не, нормально. Душа по расстоянию. Хорошо. Да. Так, все понятненько. И тоже вот покедор. Так. О, вот. Побольше здесь разделеночка. Складовочка. Так, смотрите, здесь у нас... Лишь-то как... Работают. Ну, как-то... А, вот они, вот они. Встроенные внутрь жалюзи. Очень тоже супер вообще. Удобно, да. Сейчас мы выйдем во дворик. Да, надо открыть. Я уже открывала просто. Так, классно. Мне нравится, что такая достаточно вместительная, закрытая пылья. Земля, я так понимаю, идет... Вот тот сарай, это уже соседа. Ну, да. То есть, в принципе, здесь можно поставить забор. Угу. Вот здесь будет ваш дворик. А, да. Здесь дворик вашего соседа, который вы будете... С которого вы будете оплачивать свою... И, кстати, часть своей ипотеки, так сказать. Приватно, да, получается? Да, приватно, конечно. Здесь стеночка. Все как положено. На самом деле, дуплексы, они намного круче таунхаусов. Ну да, конечно. Потому что все-таки на земле это и... Это твой дом все равно. Земли, да. Земли больше обычно. Да, согласна. Так, вот у соседей есть бассейн. А можно, интересно... Мне кажется, бассейн даже влезет, если, да, сделать... Здесь, пожалуйста, да, да. Можно сделать бассейн. Мне интересно, если... Ну, эти дуплексы, они буквально новые. Мне просто интересно, если дуплексы были построены, там, в 2020 году, скорее всего, кто-то выбрал бассейн. Но, опять-таки, если это инвестор покупает дуплекс, ну, смысл бассейн строить. Да, тем более здесь 15 минут до пляжа. А вот посмотри, здесь еще такая зеленая зона есть, да, как будто бы там лес дальше идет вообще. Симпатично. Вот это уже ваши соседи. Ну да, хорошая инвестиция, я считаю. Ну, что ж, давайте проедем, посмотрим дуплекс, который чуть-чуть постарше, но и подешевле. Как я вам и обещала в самом начале нашего видео. Погнали. Погнали. А кто здесь застройщик, кстати? Да, застройщик, у него очень много проектов, дуплексов, полнкоз. Ой, ребят, так жарко. И застройщик, название застройщика Blue Crown Construction. Все понятно? Спасибо. Да, у них очень много проектов здесь, так что, в принципе, если вы будете покупать что-то подобное в полнкоз, вы, скорее всего, наткнетесь на проекты этого застройщика. Все. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, что ж, друзья, приветствую вас во второй части сегодняшнего видео. Мы приехали в другой, чуть-чуть другой район, Palm Coast. Также здесь дуплексы, очень много дуплексов в этом районе. Они уже будут чуть-чуть подешевле, потому что они постарше. Если вы помните, первый дуплекс мы смотрели, он только-только был достроен, то этот дуплекс, опять-таки, видите, два помещения, две двери. Вот. Полностью дуплекс, значит, вы будете владеть, опять-таки, я, кажется, говорила, владеть вот всем этим домиком. Да, двумя частями, не одной, двумя. Классно. И вот эти вот две части вместе стоят 475 тысяч. Дом постройки 2018 год, это не старый, далеко не старый, это достаточно молодой. Но по дизайну уже вы заметите, потому что дизайнерские тренды, они меняются, да, с годами. То есть здесь вы уже заметите, он так постарше немножко, но очень хороший, чистый, аккуратный. И разница в цене, опять-таки, вы видите, да. Каждая часть этого дуплекса 1280 квадратных фит, также можно его сдать за 1800-1850 в месяц. Опять-таки, получается, цена покупки ниже. Да. Вот. А инком, инвестиции, да, возврат по инвестициям, как бы, да, здесь немножко получится побольше. Вот, три спальни, два санузла в каждой половинке. И посмотрите, пожалуйста, Юль, покажи, вот, соседство. Пожалуйста. Что я обратила, я обратила свое внимание, Панкост, как город, тоже регулирует, когда происходит новостройка, да, они регулируют, сколько деревьев может быть снесено. И это очень классно. Даже там, где строятся новые дома, вы все равно увидите вот такие оазисы, да, вот, старых деревьев. То есть, они не разрешают полностью сносить лес. В Орландо, где мы живем, например, у нас сейчас строят, уже почти закончили, Пакин Дистрикт, это в Донтаун Орландо, там просто все снесли, очень много гектар леса, построили огромный YMCA фитнес, пабликс, очень-очень много апартаментов, которые там сдают компании, ну, полностью, там просто огромный-огромный такой комплекс, вместе все это построили. Ребята, у нас там все, вот эти вот деревья, они только что их повысаживали. Бедные животные, я живу рядом с этим Дистрикт, бедные животные, у нас медведи по улицам ходят, они не знают, куда деваться. Вы думали, во Флориде нет медведей? Да, нет, нет, есть медведи в Донтаун Орландо, у нас на улице, ну, не каждый день, но за последние, там, два года уже было, там, может, случая четыре, да, что в соседстве есть переписка Next Door, пишут там, ой, у меня медведь там ковыряется в мусорном ящике, да, например, вот, им просто некуда деваться, и мне жалко очень, конечно, это зверьё, но вот здесь регулируется, что не разрешают, даже при новых строительствах заставляют оставлять какие-то леса. Это классно. Да, очень жарко, давайте пройдём, посмотрим. Одну половинку тоже дуплекса, другая половинка идентичная. А давай скажем, сколько у нас на улице градусов, люди? Ну, боже мой, я думаю, что 34, 35, боже мой, мы уже всех спотели, извините. Да, давайте, мы можем включать свет по ходу дела, мы, кстати, сейчас ждём клиента, пока ждём, мы это всё вам показываем, вот буквально они будут уже минут через 10-15, вот здесь прихожая есть, шкафчик, где можно раздеться, кстати, да, там не было в том дуплексе, коридорчик, здесь можно тоже консоль поставить, ключи бросить, распашёлка, две спальни, две спаленки. По размеру то же самое. По размеру небольшие, мне нравятся окна здесь большие, вот это прям мне нравится. Окна тоже, кстати, противоураганные. Двойной, да, стеклопакет, я смотрю? Да, кстати, клиент подъехал. Сейчас, если что, мы прервём, всё равно доснимаем. Так, всё, делаем перерыв. Да, давайте сделаем перерыв. Продолжаем. Мы продолжаем, клиенты сейчас смотрят, уже посмотрели эту плавинку, смотрят другую. Пока мы вам быстро очень покажем, помещения не такие большие, смотреть не так много. Ну да. Вот, это ванная, уже видно, что... Попроще чуть-чуть. Да, видишь, уже даже зеркала, да. И это не гранит. Стареет, это не гранит. Ну, опять-таки, цена 60 тысяч, да, разница, да, получается. Так, дожорная комнатка. Почти 80 тысяч. Вот, так, покинь дворс. Здесь уже видно, плитка треснутая. Есть, да? А, да, есть. И здесь плинтуса такие обычные уже, маленькие, не такие, широкие. Постарше. Он не старый, да, как бы, и чувствуется, что он был построен хотя бы в этом веке. Да, да. Вот. Здесь тоже машина на... Ой, гараж на одну машину. Аккуратненько. И здесь, кстати, я обратила внимание, что водонагреватель... Простой. Да, резервуар. Так, кухня, зал. Здесь, кажется, кухня побольше, но посмотри, какая маленькая гостиная получается. Да, гостиная маленькая, согласна. По сравнению, да, с предыдущей. Да, если здесь вот место для стола, как вот подразумевается, то диван здесь... Небольшой влезет. Совсем небольшой. Совсем небольшой, согласна. Ну, давай кухню посмотрим получше, раз она здесь большая. Кухня гранит. Так, да, здесь хотя бы гранит. Шкафчики хорошие, деревянные. Но здесь уже нет доводчиков. Нет доводчиков. Проще техника. Их нужно помыть, эти шкафчики. Ну, да. Техника... Проще. Совсем проще. Да, совсем проще. Причем она, смотри, такая солянка получилась. Ну, да. Белая-белая. И посудомойка из нержавейки. Вот посудомойку, может, заменили, да, например. Да, ее заменили в ветерном жире. А здесь даже нет микроволновки, да, здесь просто духовой вытяжкой и все. Я даже не обратила внимания. Так. Я уж так привыкла к микроволновкам. Пантри. Кладовочка для рук. Кладовочка, нормально. А вот давай еще акцентируем внимание на полочке. Смотри, с подсветкой. А вот здесь, смотри, находится... Сирога, сушука. Да, находится... Сирога, сушука. Они не входят. В гостиной. Если там находится в гараже... Мне кажется, так лучше в гараже. В гараже наверно лучше. Не шумно. Смотри, смотри, давай хоть здесь немного что смотреть. Вот. Можно вазу поставить. Нет, ты знаешь, неплохой продукт за эту цену. Да. Потому что в Орландо уже точно за эту цену ты ничего не купишь. В хорошем районе, кстати. Да, да. Район хороший, школы хорошие. 15 минут до пляжа. Да. Так, вот мастер, да? Да, вот это мастер. Окна хорошие, мне нравятся. Окна, так окна. Мне кажется, мастер здесь поменьше. Тебе не кажется поменьше, чем... Чуть-чуть, тот более длинный. Чуть-чуть поменьше. Да. За то, что мне здесь окна нравятся. Вот там вот они совсем маленькие, я прям заметила. Во всем доме. Так, потолок здесь хороший тоже. Тоже, да, высокий потолок. Так, здесь тоже однораковина, да? Да. Обращаю внимание. Хозяйская с душевой, с окошком. Ну вот однораковина тоже плохо. Тут тоже пластик вместо гранита. Да. Так. И плиточка на полу. На полу здесь плиточка. На полу, да. Так, везде. Ого. Здесь у них уже... Скринза тоже. Да, скрин стоит. Сверанда закрытая. Это плюсик. Это плюс. Да. Красивая елочка. Какие деревья красивые. Да. Смотри, какие сосны. Кстати, Палмкост славится соснами. Он же севернее, чем Орландо. И здесь больше сосен. Посмотрите, как красиво. И они очень красивые. Да. Пожалуйста, опять-таки, участок хороший, можно отгородить. И вот они соседи. Это ваш же получается дом, дуплекс. Но где будут жить, например, или ваши соседи, которым вы будете сдавать. Либо кто-то еще. Так. Проходи. И... Ну что, друзья. Жарко, жарко. Да, друзья, вот честно сказать, в принципе, мне приятно оба продукта было. Потому что, да, есть цена в разнице, есть цена в качестве. Они оба не старые. В этом большой плюс. Да. Ремонт не нужно много делать. Ну, окей, хорошо, вы... Что-то можно и оставить. Если вы будете сдавать для тенанта, это будет больше, чем достаточно. Конечно. То есть, в принципе, здесь можно, вот вы покупаете, если это ваша инвестиция, то вы сразу сдаёте, да, вы покупаете уже готовый под бизнес, не нужно делать никаких ремонтов. Если вы для себя покупаете, опять-таки, вы можете здесь в одной части для себя уже сделать, какой ремонт вы хотите. Да. Всех вкусы разные. Кому-то, может быть, достаточно будет просто въехать в таком состоянии, да, что не есть плохо. Не, нормальный ремонт абсолютно. Его надо почистить. Да. Да, и вторую часть вы можете сдавать и, опять-таки, как я говорила в предыдущем дуплексе, покрывать часть своей ипотеки. И, как ты сказала, здесь выгоднее, да, в полмкости сдавать, нежели даже в Орландо, да, получается, по цифрам? Если брать... Ну, в Орландо сейчас цены выросли, как и на дуплексы, но они постарше. В них будет просто больше, наверное, я думаю, вложения, что-то будет как бы чаще ломаться. Ну, да. Вот я очень люблю свой дуплекс, который я купила, но там... Постоянно что-то ломается. ...какой-то столбик отвалился, да, ну, благо у меня муж там взял свои инструментики, поехал и прибил его обратно, да, то есть что-то там валится, может, да. Да, ну, благо мы, честно говоря, хороший продукт купили, но, опять-таки, вы не знаете, потому что дома старые, и что и когда там полетит. Здесь все-таки это новые дома. По цене в Орландо сейчас уже цены выросли и на сами дуплексы, даже с того момента, с октября месяца, когда мы покупали. Ну, так же выросла и аренда. Да. Так что, в принципе, можно сказать... То на то. По возврату по инвестициям, скорее всего, это будет, ну, похоже, если брать в общем продукт. Но, опять-таки, если у вас есть больше денег, чтобы купить этот продукт, да, так же вы можете и дороже сдать. То есть, когда я покупала, тогда цены еще были приблизительно, я смотрела на аренду где-то 1900-2000, если на год сдавать в Орландо. Сейчас они уже 2400, сдаются эти дуплексы. И, опять-таки, у меня дуплекс, и в основном, что я вижу в Орландо, это две спальни и один санузел. А здесь три спальни и три санузла, практически все дуплексы. Три санузла или два? Ой, три спальни и два санузла, да. Два тоже неплохо. Я думаю, что я бы обратила внимание, если бы, когда мы покупали Орландо, я, честно говоря, не думала, что здесь, ну, такие хорошие дуплексы, я бы, наверное, рассмотрела. А, тоже, да? Для себя, да. Когда я сделала ресерч, я посмотрела, что, да, действительно, здесь сдается где-то, ну, вот, если постарше вот такого года, то где-то 1750-1800. Если помоложе, 1800-1850, где-то на 100 долларов. А сколько вот такой вот конкретно такого же года дуплекс стоил бы в Орландо в нормальном районе, как ты думаешь? Во-первых, таких и нет, а во-вторых, у меня те же самые клиенты, которые мы, сейчас они смотрят другую половинку, клиент спрашивает, а в Орландо есть ли новостройки? Я говорю, есть, вот сейчас есть один, я посылаю, там выше миллиона. Там сама земля очень дорогая в Орландо. Вот так, понимаете? Да. В два раза, можно сказать. И там выше миллиона, если это новостройка. Я, честно говоря, не понимаю, почему не так много строится этого продукта там, но, опять-таки, это дефицит, получается, продукта в Орландо. Поэтому и цены растут. Да. Там, где этого продукта много, опять-таки, там, South Florida, Fort Lauderdale, Hollywood, очень много дуплексов. А-а-а. Понимаешь, то есть и конкуренции больше, то есть, если вы когда-то захотите этот дуплекс продать, то у вас еще будет 200 дуплексов в округе продавать, то есть у вас будет вот эта конкуренция. Если вы в Орландо покупаете, его тяжело найти, но его будет и легче продать. Все понятно. И цены тоже растут из-за вот этого нехватки, вот этого продукта на рынке. А что мы будем снимать в следующем видео? Да, заболтались мы. Ребята, да, давайте проедем, сейчас мы проедем на канал. Это вот вся вот эрия, где дома, домики стоят на каналах. Это очень красиво. Фишечка такая, Palm Coast. Да, это фишечка такая, Palm Coast. Я говорю, если посмотреть на карту, то вы, такое впечатление, как будто, знаешь, как вот ветки пальмы в Дубае, вот это, да, то есть очень красиво. У всех там лодки припаркованные. То есть мы покажем дом, и я нашла интересный, ну, хороший дом, я просто хочу вам показать. Нет, сейчас у меня, вот мои клиенты как бы туда не едут, это я не для них буду показывать. Если дуплексы мы смотрим для клиента, то тот дом я просто хочу сама посмотреть, честно говоря. Потому что дом с бассейном, с каналом, с выходом, с пирсом, и за 700, у меня в машине осталось где-то 700 с лишним. Очень интересно посмотреть. То есть такой дом в Майами вы точно не увидите за такую цену. Ну что, спасибо большое, что вы нас смотрите. И следующее видео мы уже вам покажем тот дом, по которому я только что вам говорила. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok